Девочка-пай 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 Сегодня мы будем готовить пахлаву. Пахлава бакинская. Это азербайджанское национальное блюдо. Его готовят на праздник Новрус, когда наступает наш Новый год. Вы видите рецепт продукты, которые вам понадобятся. Я перекручиваю орехи через специальную машинку. Но их можно пропустить через блендер. Но смотрите, сильно не измельчайте. Я всегда добавляю крупные орехи к мелким для того, чтобы потом, когда мы будем раскатывать тесто и прослаивать его орехами, тесто не прилипало друг к другу. Чтобы между ними оставалось хорошее приличное пространство. Чтобы они выглядели хорошо и быстрее пропеклись. Орехи у нас готовы. Дальше мы к ним будем добавлять сахарный песок. А пока заварим наш шафран. Шафран, сливочное масло и орехи это самые важные ингредиенты нашей пахлавы. Пахлава не требует никаких пряностей. Ни ванилина, ни корицы, ничего. Кроме шафрана. Шафран, знаете, очень дорогое удовольствие для использования многих блюд. Мы используем в азербайджании шафран. Он у нас растет. Мы стараемся беречь наши национальные достоинства. Знаете, шафран очень хорошее лекарство для сердечно-сосудистых заболеваний. Его заваривают и пьют утром, как чай. Но, естественно, не так, как я сейчас заварила. Буквально пару волосинок этого драгоценного растения. Они помогают нам избавиться от многих недугов. Ну что ж, мы отклонились. Теперь нам нужно сделать шербет. Шербет, он нам понадобится в конце. Когда у нас пахлава уже будет готова, мы его будем заливать шербетом. Но он нам нужен холодным. Поэтому мы его приготовим сначала. Я возьму 3 стакана сахарного песка и 2,5 стакана воды. Вся хитрость только в этом, чтобы поставить его, прокипятиться. После того, как он скипит, мы его остудим. После того, как остынет, мы добавим в него шафран. Ну, тот рецепт, который я вам дала, вам понадобится 1,5 стакана воды и 2 стакана песка. Так как рецепт, который я вам дам, рассчитан на сковородку или форму диаметром 24-26 см. Я же буду готовить пахлаву в большом количестве. Моя противень диаметром 40 см. Делаем опару. Для опары нам понадобится 3 ложки муки, пол чайной ложки сахара и пол чайной ложки сухих дрожжей. Молока нам понадобится 100-120 миллилитров тёплого молока, естественно. Сейчас я подогрею молоко и разведу наши дрожжи с молоком. Опару отложим минут на 20 и продолжим нашу работу. Возьмём орехи, добавим в него сахарный песок по рецепту. Смешаем всё хорошенечко. Может быть, я повторяюсь, никакого ванилина, кардемона, ничего сюда добавлять не надо. Если вы очень любите кардемон, вы можете добавить. Но, я вас уверяю, вы его даже не почувствуете здесь, потому что здесь присутствуют шафран и орехи, которые собьёт весь запах вашего кардемона. Готовим тесто. В тесто нам понадобится 50 миллилитров масла или же 50 грамм сливочного масла, которого мы растопим. А сливочное масло можете заменить растительным маслом. Для теста это не имеет никакого значения. Дальше мы положим шепотку соли. Муку мы заранее просеяли. Возьмём опару, добавляем в миксер и добавляем муку. Если у вас правильно измеренные ингредиенты, особого труда не предоставить приготовить это тесто. Оно довольно-таки лёгкое и быстро готовится. Его можно замесить и руками. Много времени он не займёт. Я делаю здесь двойную порцию. Ещё раз повторяюсь, у меня большая противень. Вы тоже можете сделать на большой противне или же можете сделать в маленькой сковородочке первый раз для пробы. Как у вас получится. Выбудитесь, что это очень вкусно и хорошо. И дальше будете готовить. Ну что ж, тесто наше готово. Немножечко его помесим руками. Тесто не пристаёт к рукам. Чуть-чуть вымешиваем его. Очень приятное на ощупь тесто. С ним будет приятно работать. Нам придётся работать скалкой. Но скалкой непростой. Он у нас называется ухлов. То есть это не толстая скалка. Скалка здесь должна быть тонкая, чтобы мы могли хорошо раскатать тесто. Оставим наше тесто отдохнуть на полчасика. Он у нас особо подниматься не будет. Просто он будет удобный для того, чтобы мы его могли хорошо, удобно раскатывать. Наш шербет уже готов. Он немножечко остыл. Мы добавим сюда шафрановую воду. На каждый стакан 2-3 ложки шафрановой воды. И дадим нашему шербету остыть полностью. Наш шербет должен быть холодный. А пахлава, которую мы спечём, будет горячей. И когда мы зальём шербет на пахлаву, то оно не станет обратно, как тесто впитается, и останется такой же хрустящей, как и когда оно спеклось. Разделили наше тесто на сперва 14 комочков, а потом 4 штуки соединили по 2. И у нас получилось 12 комочков. 2 комочка у нас побольше. Это нижний корж и верхний корж. Это делается для того, чтобы наша пахлава не подгорела, чтобы нижний корж был толще, чем средний, и чтобы средний хорошо спеклись, и чтобы нижний не подгорел. А верхний делаем толстым, для того, чтобы когда мы будем резать, нам было удобно, и при выпечке, чтобы листочки от этой пахлавы оставались ровные, а не сворачивались, как паруса, и чтобы они надувались. Теперь нам надо раскатать наш комочек. Но перед этим мы обязательно смажем наш противень сливочным маслом, нетоплённым, и не растительным маслом, а именно сливочным маслом, или же маргарином, в твёрдом виде. Это делается для того, чтобы потом очень удобно было доставать пахлаву. Раскатываем. Как я вам сказала, нам нужна тоненькая скалочка. Если у вас нет такой, просто вы можете взять скалку обычную, которой вы пользуетесь, но аккуратненько раскатывать. Вам чуть-чуть будет тяжелее, чем мне. Раскатанный корж настилаем на дно нашей формы, предварительно намазанным маслом, смазанным маслом, и будем посыпать начинкой. Запомните, на первый корж мы посыпаем очень мало начинки. Это делается для того, чтобы во время того, как оно будет печься, сладость не попала... Меньше, чтобы было сладости, и через прорези оно не попало на противень и не подгорело. Именно для этого и делается толстое тесто в дизу. Вернее, оно не такое уж толстое, просто по сравнению с другими, оно толстое. Смазываем кисточкой наш корж и насыпаем на него начинку. Как видите, начинку насыпаем не так уж много. Обязательно обсыпывайте края, так как, когда обычно печется пахлава, как будто с краёв собирается вовнутрь. Поэтому края надо обязательно обильно посыпать, чем середину. Но это, конечно, не в первом корже, а дальше. Теперь поочерёдно каждый коржик будем раскатывать, смазывать и посыпать орешками. Естественно, я всё не буду вам показывать. Я покажу ещё один корж. Не бойтесь посыпать коржи мукой, когда раскатываете. Это вам поможет быстрее раскатать корж. Хотя тесто очень мягкое, как видите. И не липкое, но тесто мягкое. И появляются складки. поэтому мы посыпаем мукой. Оно быстрее раскроется и станет тонким. Как видите, оно становится тоненьким и посерединке аж чуть-чуть просвечивает стол. Не бойтесь раскатывать тесто, будьте уверенными. Постепенно у вас всё будет получаться. А может, вы всё это уже и знаете. После того, как вы выкладываете корж, растягиваете его по краям и нажимаете на него. Прижимая, вы поможете себе в дальнейшем при смазывании маслом у вас корж не будет скручиваться или сбегать, как говорится, в разные стороны. Вот. Нажали. теперь смажем маслом и посыпаем начинкой. Но в этот раз начинки должно быть больше. Вы примерно своим глазомером должны рассчитать, сколько же насыпать этой начинки, что вам хватило на остальные 10 коржей. Это где-то примерно 3-4 столовые ложки с горкой на каждый корж. Или же 2 горсти взрослого человека. Ну, всё. Я раскатала все коржи, прослоила их, смазала маслом, посыпала начинку. теперь последний слой я заправляю края вовнутрь, чтобы приобрести красивый вид. Ровный, аккуратный вид. пахлава пахлава это такая сладость, которая может оставаться месяцами, с ним ничего не случится. шафран здесь играет роль хорошего консерванта. Так что приготовил и держать в холодильнике можете даже несколько месяцев. теперь берём нож и нарезаем. Нарезать будем нетрадиционно, как бы говоря, не так, как всегда раньше нарезали пахлаву. Я его нарезаю цветочком. Нам нужен острый широкий нож. значит мы делим наше прослоённое тесто на 4 части, а потом ещё на 4 части. И у нас получится 8 треугольничков, которые потом мы вырезаем вот такой схемой. Я 5 треугольничков уже нарезала, а последние 3 хочу вам показать. Вот, как видите, у треугольника две стороны. Мы режем параллельно одной, а потом параллельно этой же линии ещё один раз и ещё один раз. Теперь будем резать параллельно другой линии, отступая на 3-4 сантиметра. Смотря какого размера вы хотите пахлаву я её делаю не очень крупной. Видите, очень быстро и легко. Опять же, с конца пахлавы на верхушке мы делаем параллельную линию. Одну, вторую. Вернее, мы прорезаем все пласты теста. Не режьте очень сильно, доходя ко дну вы можете испортить свою форму. вот осталось последнее. Старайтесь вести линии ровно и то в конце у вас получится погрешность. Вот как у меня, видите, где-то на сантиметр у меня не сошлось один ромбик. Все ромбики одного размера красиво выглядят, плотно все прилегают друг к другу. Теперь нам надо будет смазать сверху желтком и шафраном. Возьмем один желток. Желток примерно размером одна столовая ложка. Чуть больше. По цвету он точно такой же как и шафран. Мы сейчас собьем этот желток. Вернее, разобьем его, помешаем. Добавим него где-то столовую ложку шафрановой воды. Старайтесь, чтобы не оставались комочки от яичного желтка. Там, где появятся комочки, там быстрее может подгореть ваши слова. Все, этого нам будет достаточно смазать наше изделие. Убедитесь, чтобы размешалось все, не оставив ни одного комочка. Берем кисточку и смазываем. Благодаря тому, что на верхнем слое у нас мало начинки и более-менее толще кож, чем все остальные, лепесточки вот эти не пристают к нашей кисточке. Мы очень удобно смазываем его. После того, как мы смажем нашу пахлаву, нам надо будет ее разукрасить. Разукрашиваем мы ее орешками. Можно оставить и так, не используя дополнительные орешки. Вот эти орешки мы перед тем, как молоть все орешки, отложили для того, чтобы потом разукрасить. Но если вы забыли или у вас было мало орешков, это не беда. Я использую четверть орешка на каждую пахлаву. Но если у вас пахлава ее нарезали крупными, можно использовать и половиночки. Дальше нам надо будет полить ее растопленным сливочным маслом. Масло понадобится для этого 100 грамм. 100 грамм растопите сливочного масла. Старайтесь, чтобы на ней не было такой пенки, как у меня. Но и когда будете топить, старайтесь, чтобы оно не поджарилось полностью, чтобы на дне не было коричневых точек. Тогда вкус вашей пахлавы изменится. Он будет невкусным. У вас должна быть вот такая золотистое растопленное масло. Просто можете откинуть через ситечко и вот этой пеной не будет. Благодаря этому маслу она через вот эти полосочки разреза попадает вовнутрь и вот этот толстый слой начинки и тесто пропекаются. Если этого масла не будет, оно как бы кипит в этом масле. Если его не будет, то середина останется слой. Будьте внимательны. Поворачивая в разные стороны, вы даете возможность маслу протечь во все слои. Вот наша пахлава уже спеклась. теперь нам надо будет ее нарезать. Вот чтобы как она полностью остынет, мы ее нарежем. Ну что ж, мы сделали большую работу. С наступающим вас праздником. Вот какая у нас получилась пахлава. Она очень вкусная и полезная. желаю вам удачи. Готовьте, угощайте своих знакомых, встречайте праздники с нашей пахлавой. Дай Бог вам здоровья, удачи во всем. до свидания. До свидания.